Поля, где ты учишься? Самое сложное тут всегда начать Переезжаем Мне сейчас не 16 лет, если что Окей, да? Сразу, чтобы не задавали вопросов Любимая собака? Переезжаем Ладно, это была шутка Я еду в Вологду, в свой родной город На неделю У меня есть такой вот мини-чемоданчик Мне, в принципе, его хватает Правда, есть чемоданы еще меньше Но мне это нормально Вот И мне сейчас надо будет собрать чемодан Потому что уже через 2 часа у меня поезд Я не тот человек, который собирает чемоданы За день, за 2 дня Нет, за 2 часа Ну что ж Надо собрать Все это Чтобы Я-то могла нормально одеться Не знаю, даже, если честно Что брать Просто буду все скидывать, наверное И все У меня, кстати, новый стул Зацените Это геймерский стул Леша мне его заказал Просто почему именно он? Потому что он, скажем, почти ортопедический И на нем удобно сидеть и мягко А я, как вы знаете, очень много сижу за стульями Потому что я монтирую И по 6 часов могу посидеть Просто у меня спина болит Я нахожу на массаж И вот я сидела до этого на кухонном стуле Вот я вообще ненормальная Просто сумасшедшая Теперь у меня есть нормальный стул Слава богу Везу, кстати, родителям Свой любимый чай Вот Харбарус Харбарус Гербарус Гербарус Я не знаю Правильно Но у нас его просто очень много Я его очень люблю Обожаю Я уже всем Кому только нельзя Рассказала про него Кому только можно Кому только нельзя В общем Это травяной чай С разными вкусами И там На каждом пакетике Внизу На бумажке Написано Какое-то послание Вот если кто спрашивал Вот так вот Это чай и называется ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тем больше я на улицу Не буду выходить Так Ты что, не надо брать? Да Я думал, ты тут доставишь Я его демонтирую Ну понял Хеллоу Я дома Я в Вологде Вы, наверное, сейчас ничего не понимаете Потому что там вокруг Белые стены Вы еще не видели Эту квартиру С ремонтом Я вам ее покажу Но, скорее всего Я увидят те ребята Кто подписаны На мой Телеграм И сториз Где Та самая соцсеть С картинками Вот Я дома Я сегодня утром Приехала С поезда Лежала Очень всегда Почему-то устаю После поезда Такое, знаете Такое Очень странное состояние Меня сегодня В 6 утра Разбудили Там забрали Почти мое одеяло Почему-то Оно там, видимо, упало Короче Очень странно Я спала Ну и самое главное Это Дэнни Дэнни С кем это я встретилась-то? С кем это я встретилась-то? Дэнни Здравствуйте Поздоровайся Это Дэнни Кто не знает Кто не знаком Дэнни Ему 3 года Дэнни Любимый пес Это карликовый пудель Сразу, чтобы не задавали вопросов Любимая собака Кто смотрел мои старые влоги Наверняка вы помните Что у нас здесь Как бы были такие Оранжево-желтые обои Теперь сделали ремонт Поменяли двери Видите Теперь они Не бежевые А такие вот красивые Белые Теперь тут ламинат Другой Ковры другие Стены другие Дэнни Все еще Любимый Также Что еще могу Подсказать И показать Здесь тоже все Поменялось Здесь теперь И зеркала Его здесь не было Привет Прикольно Кстати Может быть здесь Можно будет фоткаться Здесь теперь Все тоже по-другому Новая другая мебель В общем Теперь это Как будто бы Новая квартира Везде уже Где я только не была Везде наступила осень В Питере В Вологде Ладно У меня вот этот вот чехол Он С летнего периода И очень странно Знаете Когда я его ношу осень Он совсем просто Не вписывается В осеннее настроение Поэтому я Закастом его Чехол Не этот Другой Мой айфон Который я никогда Не ношу без чехла И сейчас Я вам покажу Что у меня В итоге вот здесь Вот получилось Здесь лежит чехол Вы его пока не видите Сейчас Увидите Я заказала его На сайте Как и многие чехлы До вот этого чехла На сайте Case Place То есть там Вы можете сделать чехол Под свой вкус Либо же Под свои желания И предпочтения На сайте Case Place Вы можете закастомить Абсолютно любой чехол Так как вы захотите То есть я например Это просто сделала Таким вот образом В виде коллажа Я взяла фотографии Из пинтереста Тут также есть Одна очень важная Для меня цитата Вы ее увидите на экране И как мне кажется Получилось очень круто Я делаю подобный чехол Уже не первый раз И кто давно Вы мне смотрят Вы наверняка Вы наверняка Тоже знаете Об этом вот как раз Сайте Case Place Там можно Закастомить чехлы Еще расскажу И также просто Выбрать готовые Дизайны чехлов Самое классное Это то Что Case Place Доставляет куда угодно И любым видом доставки И вы наверняка Выберете удобный Для себя способ И конечно Не большой подарок Без этого никуда Для моей аудитории Промокод на 200 рублей От заказа От 600 рублей Промокод Вы видите сейчас на экране Просто вы вводите При заказе И вам будет скидка 200 рублей На какой-то Может быть прекрасный чехол Либо себе Либо можно выбрать Такой чехол Например Как подарок Близкому человеку Подруге Либо же другу Ссылка если что На конструктор чехлов Из Case Place Будет внизу в описании Поэтому переходите И заказывайте себе Классные чехлы На осенний Тире зимний период Потому что Пора уже менять Летние чехлы Так как я Этого не сделала раньше Мы сейчас едем на дачу Мама вышла купить воды Дэнни как обычно плачет Он просто не может жить без мамы Если кто-то уходит из машины Блин, меня не видно Будь здоров, Дэнни Вот Если кто-то короче Выходит из машины Он сразу начинает Скулить, плакать И не знаю почему Так это происходит И он очень сильно дрожит Дэнничка Ну ладно тебе Чего такого Сейчас мамочка придет Она была Харринг Ахшалый Харринг Нэнси Мисс Болли Войс 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 Я читаю Одну страницу То есть Одну сторону И вторую сторону Книги Уже наверное Минут сорок Я сижу с переводчиком Просто перевожу Практически Ну не каждое слово Но которое мне не знакомо Вот И как бы Я вот здесь Вот Пока что Очень сложно Гулять пойдем Дэйн Ты что там стоишь Доброе утро Сегодня новая неделя Понедельник Выходные Я провела на даче Старалась Мало что делать полезного Старалась Отдыхать Правда возможно Иногда у меня это плохо получалось Я начала читать книгу на английском Я вам еще об этом расскажу Попозже Вот И целую неделю еще Я буду здесь в Вологде Расскажу вам вообще Как здесь проходит Моя рутина Мой отдых Потому что сюда Я обычно приезжаю Не за тем Чтобы делать какие-то дела Но это конечно тоже Без этого к сожалению Никуда Но и просто Как я вот здесь Вот скажем Замедляюсь И заземляюсь Замедляюсь Замедляюсь Сейчас возможно кто-то словит ностальгию Кто давно на меня подписан Когда я снимала видео в этой квартире Было время конечно да Здесь я постоянно снимала влоги Рецепты на вот этой вот кухне Так на самом деле необычно Все это рассказывать Потому что как будто бы До этого была какая-то другая жизнь А сейчас она тоже другая Прям совершенно другая Сейчас Как вы видели Может быть не поняли Но скажу так Я начала читать свою первую книжку на английском языке Это Поляна Многие ее расхваливают именно на русском Но на английском тоже Понятное дело Что там смысл в принципе один Сюжет один Мне пока что очень сложно читать свою первую книгу на английском языке Потому что нужно постоянно Открывать переводчик Понимать что вообще такое за слово Которое я никогда не видела например Что-то вот я здесь подписываю Реально пока очень сложно Вот две страницы Одну страницу я читала час Тогда на даче В выходные Сейчас я снова даю себе задание Прочитать вот столько Сколько я смогу Я себя не заставляю Я не говорю себе Что нужно за месяц Дочитать вот эту вот целую книгу На английском языке Я просто читаю вот ради своего удовольствия Ради новых слов Ради речи на английском языке Потому что я достаточно плохо читаю Именно на английском слух Может быть я понимаю смысл Может быть я понимаю перевод нормально Но читаю я супер-супер плохо Но это я поставила себе такую оценку Поэтому Доброе утро Доброе утро И я иду на ногти Опаздываю На 6 минут Правда было ехать до центра города 10 минут Ой А тут открыто Ладно Вторая ручка Короче как вы поняли Я была на ногтях На маникюре Ой Что такое у меня тут И Долго мне делали Я долго выбирала Что мне сделать Да что у меня Как будто бы тут фингал Может быть свет так просто падает Не знаю странно Ладно Вот Я долго думала что сделать Хотела что-то знаете Такое Не яркое Очень Но в то же время Что-то холодное Потому что Ну как бы погода такая Хотелось чего-то осеннего Вот сейчас вам покажу Что я сделала Я вам показывала Там несколько секунд Или минуту до Какие у меня ногти были до этого Они все отросли И Было что-то Наверное В стиле нюд Мне кстати они очень нравились Такой вот Натуральный эффект ногтей Мне прям очень идет И очень нравится Но сейчас я сделала Сейчас вы увидите Раз, два, три Честно я первый раз в жизни Делаю Темный цвет На ногтях Я вообще Мало что делала Почему-то на камере Показывает Что вот этот вот цвет Он темно-зеленый Такой знаете Болотный Но это коричневый В жизни Он выглядит коричневым Странно Просто на телефоне Точно так же показывала А здесь более коричневый Странно Ну ладно Не знаю что сказать Сначала когда мне показали Я такая думаю Блин какой-то кринж А сейчас вроде бы Даже и привыкла Ну как бы знаете Вот прям максимальная осень Тут еще листочки Должны такие лежать Желтые Не знаю Что скажете Блин Не знаю Нравится мне или нет Но наверное Я просто потом привыкну И будет нормально Я сегодня снова иду в своем Любимом пиджаке Я его просто не снимаю Кстати Я недавно узнала Ну как недавно Вчера Блин Что вот этот штатив Он раскрывается Очень высоко Сейчас я вам покажу То есть видите Вы запомните Вот так вот И он еще раскрывается Вот так вот Обалдеть То есть Ну это прям очень высоко В принципе ничего не меняется Ну Карим У тебя в очках у тебя есть Все тебе хорошо Обалдеть Сколько Ну там кстати Есть открытые Пространства Посмотри Тут почему-то Отсвет такой Потому что Один за другая Это левый глаз А так задумано? Нет Ну потому что У меня Поход Время Доброе утро День 85 Этого влога Я закончила Сейчас заниматься Английским Уже 6 раз Занимаюсь То есть получается 6 недель Раз в неделю У меня занятия До этого Я сама решаю Тесты Часто стараюсь Потреблять Больше английского Контента В общем Делаю просто Все вот По какому-то Истинному желанию Слава богу Мне не надо Сдавать никаких Экзаменов Поэтому я все Делаю просто В свое удовольствие Мне очень нравится Всегда получаю Какие-то положительные Эмоции После урока Это очень кстати важно Блин Такая вообще Ностальгия С этой вот комнатой Помните Я вот здесь Постоянно просыпалась Там у меня лежал телефон Я включала ленту Неоновую И вот так вот Обычно начиналось Мое видео Мое утро Блин Просто Вообще Я тут сегодня Немножко прибралась Потому что брат Ну как бы понимаете Да Брат И чистота Это просто Несовместимые вещи Тут хотя бы Стало более-менее Нормально все Выглядеть Это был просто Бардак Вот Тут мой чемодан Неразобранный Как бы Зачем его разбирать Если я только На неделю приехала Вот Мне кстати В этом чехле Очень нравится Цитата Которую я сюда вписала Не забывайте Пересматривать Свои цели И устремления Как только вам Становится комфортно С текущим уровнем задач Но вы хотите роста Пора поднимать планку Не знаю Я прям это увидела В пинтересте И такая Мне это надо Я сегодня Дочитаю Эту прекрасную Книжку Атомной привычки Джеймс Клир Всем ее рекомендую Я наверное Буду снимать Отдельное видео По ее выжимкам Чтобы вам Рассказать О чем там Говорится В этой книге И как это Можно использовать На практике Потому что Она прям Произвела На меня Просто огромное Вообще впечатление Я тут очень много Разных мыслей Подчеркиваю для себя Ну соответственно Это я очень сильно Люблю всегда делать Короче Буду сейчас читать Мы сейчас будем смотреть Мультик Душа со Славой Он его кстати не видел Это мой любимый Мультик от Дисней Пиксар Все обязательно Посмотрите Вот будем играть В Уна Надеюсь что мы Разберемся Как в нее играть Для такой вот Карточной игры Такая вот Инструкция Инструкция Ну давай 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 Что делать дальше Куда нажимать Куда нажимать Выключить Что такое Это не то Это расфокусировка Обстановочка Обстановочка Время Время в студии Очень сильно хочу в Питере Сходить на какой-нибудь мастер-класс по флористике Меня это почему-то Очень сильно привлекает Не знаю Мастер-класс по флористике Просто надо начать. Самое сложное, то всегда начать. Ты понимаешь, когда я начинаю начинать? Нет, даже не начать, а вот именно выложить. Ну, в твоем случае. Ты понимаешь, когда я начинаю что-то готовить? Ну, я такая, я понимаю, что... Нет. Что такое делать? Мне просто кажется, что я какую-то ерунду делаю. Тебе кажется? Любая ерунда прекрасна, гениальна. У меня нет сомнений в плане одежды, сферы одежды. Ну, часто ко мне прилетают вопросы. Поля, где ты учишься? Почему ты никуда не ходишь? Может быть, ты работаешь? Ты вообще где-то учишься? Да, я на третьем курсе. Всем привет. Я закончила школу 11 классов еще в 19-м году. Да, мне сейчас 16 лет, если что. Окей, да? Мне 16. Все нормально. Вот, и сейчас я на третьем курсе. Учусь на рекламе в медиа-индустрии. Но дело в том, что я не хожу каждый день на пары, потому что я на заочке. Заочка предполагает из себя такой формат обучения, когда ты сам обучаешься дома, делаешь домашку, где ты работаешь. У меня это блок. Блок занимает у меня огромное количество времени, просто не моментное количество времени. Поэтому учиться очно я точно бы и не хотела. Я сама люблю организовывать свое время, сама люблю планировать. И мне было бы сложно подстраиваться под расписание чьего-то, когда мне говорят прийти туда, прийти сюда. Нет, я такое не люблю, я уже это поняла с 11-го класса. Вот, и сейчас я на рекламе в медиа-индустрии. Это реклама, связанная с социальными сетями, с интернетом в целом, с медиа в целом, с телевизием, с газетами, с журналами. В общем, это то, что хотя бы немножко связано с моей деятельностью-блогом. Потому что реклама в блоге, ну это как бы просто реклама и блог, это две совместимые вещи. Как бы, я думаю, вы меня понимаете. Если бы я училась за границей, то я бы 100% выбрала бы очное обучение. Но так как я учусь в своей стране, то здесь, конечно, заочка выигрывает. И даже просто по планированию времени, потому что мне привычнее делать все, например, дома. И потом что-то сдавать. Вот, я, получается, хожу на сессию только два раза в год. Вот, в январе, это две-три недели после праздников, и также в июне. И все, в остальное время я сама учусь, сама сдаю домашку, и это меня больше, чем устраивает. Я открыла сайт нашего университета, чтобы вам показать, какие предметы будут у меня в этом семестре, которыми надо будет готовить. Кстати, уже надо бы начать, потому что у меня все еще руки не дошли. Если кому интересно, какие предметы на рекламе в медиаиндустрии на пятом семестре. И, получается, это третий курс, первый семестр. Итак, правовое и этическое регулирование рекламы и связи с общественностью будет зачет. Также у нас будет экзамен по основам брендинга, дизайн в рекламе, основа копирайтинга. Кстати, интересно, хотя я не люблю тексты, ненавижу. Практикум по физической культуре. Почему у нас на заочке есть физра, я все еще не поняла, потому что я ненавижу физкультуру, вот ненавижу, ненавижу. Я обожаю спорт, но я ненавижу физкультуру в учебных заведениях. Это самое ужасное бесполезное, что только можно придумать. Ну, я так думаю, если что, извините. Также у нас будет зачет по организационному поведению, зачет по социологии и психологии массовых коммуникаций. Наверное, я сейчас говорю очень страшные слова, но как есть. Экономика, экзамен. Также у нас будет поведение потребителей. На самом деле, мне нравится, что здесь очень много, не прям много, но мне бы хотелось больше. Но здесь есть занятия и задания, именно связанные с практикой. То есть там, например, нужно отфоткать какую-то рекламу по определенному ТЗ, либо же, наоборот, создать какой-то продукт и тоже его отфоткать в разных стилях. У нас, например, в прошлом семестре был предмет, связанный с фотографией и рекламой, было очень интересно, там был классный преподаватель. Есть преподаватели и предметы немножко такие душные. Но я думаю, что это есть абсолютно везде. Не может быть, чтобы прям 100% всё полностью подходило и было идеальным. Но вот как есть, в общем. Надеюсь, что теперь вопрос по поводу моего образования будет у многих людей закрыт. Если у вас есть ещё какие-то вопросы, можете задать, потому что в следующих влогах, я думаю, мы уже с вами начнём планировать моё обучение, потому что я ещё ничего не начинала, пора бы уже было начать и готовиться, так как там у нас есть ещё одна курсовая работа. В общем, кажется, скоро будут будни студента, заочника. На такой прекрасной ноте заканчиваю это видео. Надеюсь, что вам после просмотра стало намного комфортнее, уютнее, у вас ушла тревожность хотя бы на чуть-чуть. Я буду очень рада, если это так произошло, если это так и случилось после этого видео, потому что им я хотела вам передать просто какую-то спокойную, нетревожную рутину. И надеюсь, что у меня это получилось. Кстати, можете написать в комментариях внизу какие-то милые пожелания друг к другу, чтобы в комментариях собралось большое количество милых и приятных и добрых сообщений друг к другу. Например, там, желаю хорошего дня, хорошей недели, или там у тебя всё получится. Потому что сейчас доброты, к сожалению, в мире очень мало, и хочется хоть где-то её сохранять. Вот, у меня заканчивается память на карте памяти. Увидимся. Всё, пока! Надеюсь, что я это записала, а то у меня всё уже ноль минут показывает.